Игорь Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Наступили летние каникулы и в это время особенно актуальным становится вопрос, чем же будет заниматься наша молодежь в эти летние месяцы. Насколько я знаю, вы разработали целый комплекс мероприятий. Подробнее расскажите об этом, что вы будете предлагать молодежи в вопросах занятости. Да, на самом деле мы уже ведем такую работу с января месяца. Она включает в себя встречи с руководителями организаций, предприятий, встречи с руководством области по поводу поиска рабочих мест на летнее время. И это, наверное, является основным комплексом мер по подготовке к реализации третьего трудового семестра. Любой ли школьник может трудиться в таком лагере? Если да, то куда ему надо обращаться, к кому приходить и где узнавать всю информацию? Да, абсолютно любой школьник может принять участие в третьем трудовом семестре. Не стоит забывать, что он должен быть членом БРСМ. Это самое главное условие и, в принципе, мы готовы каждого школьника трудоустроить в этот летний период. Работы осуществляются в основном это сервисные отряды на базе школ. Это пошив белья, ремонт какой-то школьной мебели и тому подобное. То есть виды работ, которые направлены именно на эту категорию молодых людей, школьников, их предостаточно и мы над этим работаем. Какой пакет документов школьнику необходимо приготовить и есть ли какие-то ограничения по здоровью для кандидатов? Ну, самый, наверное, важный документ – это справка его о состоянии здоровья. Нами выдается направление на медкомиссию, по результатам которой мы уже определяем, в каком отряде он может работать. Либо это сервисный, либо это строительный, либо это экологический. То есть там есть определенные критерии по здоровью. Если здоровье позволяет ему работать на любых видах работах, здесь мы уже предлагаем вакансии, которые у нас имеются. А пакет документов, он достаточно невелик. Это разрешение одного из родителей на то, чтобы несовершеннолетний ребенок имел право трудоустраиваться в летний период. Ну и справки различные. То есть ничего сложного, но самое главное – это чтобы он по своему здоровью имел право работать. Появились ли в этом году какие-то новые виды работ? Я слышал про археологические, спасательные отряды. Вот чем там будут заниматься молодые люди? У нас в этом году планируется запустить новый студенческий отряд. Это археологический отряд. Он будет заниматься археологическими раскопками на базе Реческого района. Будут проводиться раскопки городища 17 века. Порядка 30 человек будет принимать участие в этих раскопках, но это будет все на добровольных началах. Их будут обеспечивать питанием, проживанием, но каких-то существенных дивидендов в виде заработной платы не предусмотрено. Но вы знаете, зная историков, это те люди, которым они готовы многие еще доплачивать, чтобы участвовать в таких проектах. Поэтому здесь, наверное, больше упор будет сделан на то, чтобы практика для наших историков, которые обучаются в наших вузах. Между Гомельским областным комитетом и управлением МЧС по Гомельской области было заключено соглашение о формировании спасательных отрядов. Он уже реализован. Порядка 10 человек в каждом районе созданы такие отряды, которые очень плотно сотрудничают с местными подразделениями МЧС в плане предотвращения каких-то чрезвычайных ситуаций. И здесь, наверное, больше упор сделан на то, чтобы эти молодые люди потом среди своих сверстников проводили разъяснительные беседы о том, что такое безопасность, как ее соблюдать. И многие, наверное, для того, чтобы определиться своей будущей профессией, в том числе, когда они предметно посмотрят, чем занимаются спасатели наши, то сами, наверное, выберут эту профессию. Вот вы сказали про археологические отряды, что будет организовано питание, проживание. А как вот в целом по всем видам работ, которые вы предлагаете, как будет организован рабочий день и кто будет непосредственно заниматься вместе с ребятами, обеспечивать питание, проживание, кто эти люди, насколько они профессионалы? Что касаемо безопасности, первое, что это все прописано в договоре совместном, который заключается между Союзом молодежи, нанимателем и непосредственно молодым человеком. Второе, это назначается командир каждого отряда, который непосредственно осуществляет контроль за деятельностью этого отряда, за его обеспечением и питанием, и чтобы соблюдались нормы по охране труда. Тут быстрее всего даже, знаете, зависит от того, какой-то отряд. Если это выездной отряд за пределы Республики Беларусь, то это одно время пребывания и организация труда. Если это отряд, который сформирован здесь в городе Гомеле, и они трудятся здесь именно непосредственно по местности, без каких-то либо выездов, то это совсем другая история. Но что такое студотряд? Это не только возможность заработать для молодых людей, но и какое-то новое знакомство, какие-то расширения круга общения. То есть мы для них проводим экскурсии, какие-то мероприятия развлекательные. То есть не только, чтобы они приходили и работали, а помимо этого еще и духовно обогащались. Что касаемо распорядка дня, здесь мы в рамках законодательства, если, например, молодой человек в возрасте от 14 до 16 лет, то он может трудиться в день не более 4,5 часов. Если это 16-18 лет, то это 7 часов. Ну а старше 18-ти, совершеннолетние, у них уже полный рабочий день. Поэтому за этими нормами, как я сказал, уже следит командир отряда. И они не нарушаются, потому что студенческий отряд – это тот отряд, к которому очень внимательно относятся работодатели и соблюдают все условия. Командиры отряда назначаются из числа опытных уже студотрядовцев, те, которые не первый год принимают участие в трудовом семестре. И мы для них проводим специальные семинары по обучению, как надо работать, что делать. Они изучают нормативные документы. То есть это те люди, профессионалы с большой буквы, на которых мы можем положиться в этот период, что с теми отрядами, которые мы отправили на трудоустройство, с ними будет все хорошо. Спасибо, Игорь Владимирович, за интересную беседу. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо. Спасибо.